Кануне прошедшего в Лондоне решающего матча Лиги Чемпионов между командами футбольных клубов Челси и Боруссия Дортмунд, главный раввин Великобритании сэр Ифраем Мирвис провел необычное богослужение. Оно было посвящено еврейскому футболисту, нападающему команды Карус Руэ и других немецких клубов, звезде национальной и олимпийской сборных довоенной Германии Юлиусу Хиршу. Именно здесь, на лондонском стадионе Стэнфорд-Бридж, где в 23-м году решалась судьба Лиги Чемпионов, Юлиус Хирш играл в матчи накануне начала Первой мировой войны. Он был призван в армию, прошел тяжелые сражения, получил солдатский железный крест второй степени. Вернувшись с фронта, Хирш продолжил спортивную карьеру. За все время участия в чемпионатах Германии и мира, а также олимпийских играх, он забил множество голов, стал первым в Германии обладателем двух золотых медалей чемпионатов страны и участником двух олимпиад. Юлиус Хирш принимал самое активное участие в спортивной жизни Германии вплоть до прихода Гитлера к власти. После этого знаменитый нападающий и тренер, гордость национального футбола, пережил гонения, скитания и, наконец, попал в концлагерь. По одной из версий смерти Хирша, он был убит в Освенцами после того, как сыграл свой последний матч. СС-овцы устроили игру. Хирша заставили встать в ворота. Изможденный, едва державшийся на ногах, он пропустил два мяча и команда проиграла. За это его тут же расстреляли. По другой версии, он умер 1 марта 1943 года от голода и побоев. В марте 2023 года исполнилось 80 лет со дня смерти Юлиуса Хирша. В его память главный раввин Великобритании сэр Ифраем Мирвис зажег поминальную свечу. В церемонии приняли участие руководители и ветераны их клубов-участников Лиги Чемпионов. Богослужения, проведенные главным раввином Великобритании, и церемония на стадионе Стэнфорд-Бридж были посвящены не только Юлеру, так называли Хирша и его товарищи по команде и болельщики, но и всем спортсменам-евреям и всем 6 миллионам евреев, погибшим во время Холокоста.